По инициативе губернатора в Московской области создается надежная и удобная система, которая позволяет обеспечить газовую безопасность жителей. А теперь более удобным и понятным для жителей Подмосковья станет и техобслуживание газового оборудования. С 1 января 2024 года мы переходим на новую унифицированную схему техобслуживания газового оборудования в МКД. Этим вопросом в Подмосковье будет заниматься только Мособлгаз, компания, которой мы можем доверять, у которой есть специалисты, техника, ресурсы. Здравствуйте. Выкипросим. Следствия ТОО ВДГО. Мособлгазсервис. Очень приятно. Для проведения технического обслуживания. В частный дом в деревне Трубачевка сотрудник газовой службы пришел с плановым визитом. Чтобы все работало исправно, а также во избежание несчастных случаев, раз в год они обязаны проводить техническое обслуживание газового оборудования. Конечно, с газом всегда жить легче. Ты не думаешь, что тебе нужно топить печку, греть воду. Поэтому газ – это, конечно, все. По словам хозяина, газ в доме проведен давно. Здесь выросло не одно поколение семьи Палатовых. Сохранить родовое гнездо для них очень важно, а без газа здесь точно никуда. Сотрудник тщательно проверил все системы. Для того, чтобы обслужить расширительный бачок, в него должен накачаться воздух. На 0,3 атмосферы меньше, чем рабочее давление. То есть в свободном режиме. То есть на него ничто не должно воздействовать. То есть система отопления на него давить никак не должна. Прочистили теплообменник от налета, проверили тягу дымовых и вентиляционных каналов. Трубы на протечке. Прибор сразу уловил запах газа. Был звуковой сигнал. То есть индикация полная. Утечка есть? Да, то, что имеется утечка. Была обнаружена утечка. Приостановили подачу газа в доме. Перекрутили. И перепроверили ее еще раз. Предварительно хорошенько помещение проветрив. С каждым абонентом проводится инструктаж по правильному использованию оборудования и техники безопасности. Их полезно и нужно знать каждому. Если вдруг у вас дома запах газа, в обязательном порядке нужно не трогать никакие электроприборы, не включать, не выключать свет, не включать, не выключать там утюги или еще какие-то приборы. Быстро перекрываются все краны, открываются все окна и двери на распашку для того, чтобы хорошо проветрить помещение. И вызывается аварийно-диспетчерская служба по номеру 104 либо 112. Во избежание таких критических ситуаций с каждым пользователем в обязательном порядке заключается договор на техническое обслуживание газового оборудования. А регулярные проверки, как и в данном случае, позволяют оперативно на месте устранить все неисправности. Полина Бахова, Илья Павлов, телекомпания «Одинцова». Продолжение следует...